Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Экскурсия от первого лица. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов лично провела знакомительную лекцию для школьников на базе Сауран. Она прошла в рамках образовательного всероссийского общества «Знания». Об участниках экскурсии и их впечатлениях расскажет Альбина Ламкова. Российское общество «Знания» ведет глобальный просветительский проект для молодежи. В нем рассказывают и знакомят с разными регионами нашей большой страны и их руководителями. Темы в проекте разные и затрагивают все сферы жизни. В нашей республике выбрана научная повестка, так как Сауран представляет уникальность для всей России. Цель проекта – показать регионы с разных сторон, чем наша страна уникальна, насколько она разнообразна, и, собственно, провести лекцию-экскурсию для молодежи, победителей Всероссийских Олимпиад и других конкурсов. Впечатление о пребывании в нашей республике? Очень тепло, очень вкусно, очень красиво. На лекцию-экскурсию в обсерваторию прибыли школьники из разных городов России. Они участники движения «Большая перемена», а также ребята постарше, участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Вы увидите Большой телескоп, ну а самое главное, что эту экскурсию и лекцию для вас проведет наш глава Рашид Борисбевич Темрезов. И размеры, и красота строения впечатляют. Здание обсерватории в горах – самый крупный астрономический центр России с интереснейшей историей создания и развития. Экскурсия-лекция началась уже с порога. Поднимаясь по лестнице в здание, где находится Большой телескоп Азимутальный, На первом этаже довольно-таки высокий потолок, представляет собой красочный витраж звездного неба со всеми известными созвездиями и звездами. Далее, поднявшись почти по винтовой лестнице, все дошли до телескопа с зеркалом. Комната обустроена различными кнопками, которые управляют всей этой махиной. Ребята с неподдельным интересом слушали главу Рашида Темрезова о судьбе зеркала, о телескопе в целом и о его характеристиках. В принципе, условно говоря, спичку деньги в Владивостоке зажгут, и мы ее будем наблюдать. Условно говоря, да. Рассказ был о том, как это все создавалось, перевозилось, строилось и возводилось. Сопровождалась лекция со стендов с фотографиями. На самом деле, какой-то колоссальный труд рабочий. Наверное, вот такая была стройка под эгидой Академии наук, Министерства обороны на СССР. Говорили о принципах работы телескопа, о том, как организована исследовательская и научная деятельность сотрудников сейчас и какова она была в прошлом веке. Интересные факты о жизни астрофизиков. Устроен позапрошлом веке и до сих пор его используют. Телескоп – это же достаточно простая вещь. Зеркало, конструкция и движки, которые этой всей штукой управляют. Во время большой обзорной лекции ребята включились в разговоры и задавали вопросы главе. Встреча с крупнейшим в Евразии оптическим телескопом БТА состоялась. Гостей помимо масштабов увиденного поразила история телескопа. Ну и сразу, выйдя из здания, дети стали делиться впечатлениями от увиденного. Многие из них хотят связать свою дальнейшую жизнь с наукой. Больше всего впечатлил масштаб самого телескопа и обсерватории. Было очень интересно и мы очень благодарны конкурсу «Большая перемена» и нашей региональной команде за такую возможность побывать здесь. Очень понравилось то, что в будущем и глава выразил надежду, и наш экскурсовод выразил надежду на то, что эти выставки будут в дальнейшем осуществляться. Это, конечно, очень завораживает, потому что, когда мы увидели масштаб, мы просто не ожидали такого. И очень хорошо, что нам рассказали все очень даже понятным языком. Мы узнали, как осуществляется съемка. Мы смогли познакомиться и увидеть даже макет этого телескопа. Поэтому, мне кажется, такое не забудется и мы обязательно приедем снова. Затем экскурсия продолжилась в планетарии звездного поселка Буково. Здесь ребята отдохнули. Им создали атмосферу звездного неба и показали документально-познавательный фильм. Альбина Ламкова, Ислам Мурумов, Вести Корчаева, Черкесия, Зеленчукский район. В Черкесске в штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось мероприятие. Темой круглого стола было пространственное развитие, городская среда и цифровизация. Смысл данного проекта заключается в том, чтобы создать площадку, где все заинтересованные некоммерческие и представители общественных организаций смогли бы высказать свое мнение. Данная площадка позволит в формате дискуссионного клуба выработать лучшие предложения для того, чтобы они легли в основу формирующейся народной программы. Народная программа – это наша с вами жизнь. Это завтрашний день, это комфорт, это перспективы, это безопасность. То есть все самое необходимое нашей жизни находит отражение в формирующейся народной программе. Поэтому мы на своей площадке готовы и сегодня уже проводим такие дискуссионные клубы с заинтересованными лицами, лидерами общественного мнения в том числе. Для того, чтобы у нас была всеобъемлющая такая, как бы сложилась картина по предложениям. И лучше, как уже повторяюсь, мы могли предложить формирующуюся народную программу. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Покорчаево-Черкесия. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 28, плюс 30 градусов. Продолжаем выпуск и вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 тысячи 10 человек. Из них 20 тысяч 903 выздоровели, 727 человек госпитализированы. Вакцинироваться или нет людям с онкозаболеваниями? Ответ на этот вопрос дала заведующая поликлиника и республиканского онкологического диспансера Лина Алиева. Она рассказала, что на сегодняшний день в черкесске 777 больных сделали прививки от COVID-19. Пациентам, которые уже закончили курс лечения, настоятельно рекомендуется обойти процедуру вакцинации после трех недель, так как у них слабый иммунитет. Что касается тех, кто проходит лечение, им есть смысл воздержаться до окончания терапии. Кстати, как отметила доктор, сдать онкозаболевания никак не влияют на вакцинацию. Есть еще когорта больных, которые получают гормонотерапию длительную. То есть это рак предстательной железы, гормоны получают раз в месяц, сделают уколы, таблеточки получают. Это рак молочной железы, гормоны получают тоже в таблетированной форме. Они могут сделать спокойно между своими уколами эту вакцинацию и ревакцинацию пройти. Из плацпальных которой есть смысл сделать вакцинацию, это 4000 с лишним человек, которые уже закончили активное лечение, им можно сделать вакцину. И в основной своей массе все вакцины достаточно хорошо переносятся. Самое главное, что мы говорим о тяжелых вакцинальных реакциях. В основной своей массе именно тяжелых вакцинальных реакций нет. Но это та же самая температура. Редко, правда, у кого бывает, но бывает температура и высокая. Чинь двух-трех дней, допустим, может быть какая-то ломота, слабость, вялость, какие-то общие недомогания, все это чинь двух-трех дней, обычно это все проходит. Наступил август, а вместе с ним и цветение самого нелюбимого для аллергиков сорняка амброзии. С каждым годом количество больных становится больше и мучаются от этой напасти даже маленькие дети. Как бороться с недугом узнавала наша съемочная группа Альмина Курочинова-Кенжева подробнее. Ежегодно число аллергиков растет. Горожане поделились своими симптомами. Заложенность, глаза чешутся, горло чешутся, отекаю, ужасно. А когда проходит суета? Лиже к октябре. У моей подруги аллергия, она каждый раз ходит в маске, лиже уезжает на каникулах куда-либо. А куда уезжает, где спасается? В Донбай, в Архиз. Меня, слава богу, нет, но мама мучает. Вот как начинается цветение у нее сразу и одышка начинается, и дышать не может, из дома выходить не может. За помощью в этом вопросе мы обратились к заслуженному врачу республики, профессионалу своего дела, к педиатру-инфекционисту, аллергологу, иммунологу и неонатологу Ирине Ибрагимовне Узденовой. Мы живем в прекрасном месте, самое красивое место на земле, да, Северный Кавказ, юг России, но вместе с тем, наверное, может быть, и в связи с изменениями климата, да, у нас растет сорная растительность, и особенно амброзия, которая является бичом для аллергиков. Вот, и сейчас активный сезон пыления, потому что стоит сухая жаркая погода, были дожди, да, весенние, очень буйно разрослась амброзия и другие сорные травы. И, конечно, вот сейчас активный сезон пыления, да, сорных трав, и в частности, амброзия, полынь зацветает. Доктор говорит, обезопасить себя и своих близких можно, заранее распланировав свой отпуск. Поездка в наши живописные края Тиберду, Дамбай и Архыс станет спасением для людей, страдающих от аллергии. Ведь именно там этот сорняк не растет, а горный прохладный воздух очистит организм от нагрузки лекарственных препаратов. Ну а тем, у кого нет возможности выезжать, врач советует следующее. Очень хорошо помогает ношение обыкновенных медицинских масок. Маски можно сшить самим, да, из хлопковой ткани, или покупайте готовые одноразовые маски. Есть современные препараты, солевые растворы, которые вводятся в полость носа, и там 3-4 раза в день просто это элементарное смывание пыльцы со слизистой носа. Ну, самый обычный препарат, который не требует назначения врача, но это не реклама, конечно же, аквамарис, эктаин. Он недорогой по цене, он вводится от 2 до 4 раз в сутки. Или есть другие препараты, да, других производителей, которые вводятся в каждую ноздрю, по одному-два впрыскивания, и там создаётся плёночка такая, как бы защитная, и в итоге меньшее количество аллергенов попадает в кровь к нам. Также необходимо ограничивать пребывание на улице утром и вечером в часы цветения сорняков, выполнять ежедневную влажную уборку, промывать москитные сетки на окнах. Ирина Ибрагимовна призывает также самим на своих придворовых участках вести борьбу с сорняком задолго до начала его цветения. Ни в коем случае не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обращаться за помощью к специалистам. Альбина Курочинова-Кенджева, Либастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Набае прошли альпинистскую подготовку участники проекта «В связке». Данный проект посвящен восстановлению культуры и горных восхождений, заложенных ещё в советское время. Он направлен на возрождение отечественной школы альпинизма, которая подарила миру большое количество именитых мастеров. Подробности узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. Участие в альпинистской подготовке приняли около 30 человек. Ими стали члены клуба «Штурм» из Санкт-Петербурга. Альп-сборы проходили с 20 июля на базе комплекса «Старый Домбай». За это время участники проекта «В связке» прошли акклиматизацию и нашли забытые маршруты советских альпинистов. Организаторы отметили, что у данного проекта много задач, основными из которых является возрождение школы альпинистских восхождений, которая была в Советском Союзе. Кроме этого, они хотят популяризировать данный вид спорта и привлечь к нему как можно больше людей. Очень хочу, чтобы та массовость, которая была отличительной карточкой советского горного спорта, вернулась в наши времена. Чтобы молодежь совершала не виртуальные восхождения, а совершенно реальные. Чтобы они видели окружающий мир таким, какой он есть. Мы все знаем про Эверест, мы все знаем про очереди, мы все знаем и смотрим блокбастеры про несчастные случаи в горах. А я хочу показать горы привлекательными, интересными, серьезными, красивыми, такими, в которые хочется ходить. Для участников проекта был создан импровизированный лагерь. За все время альпинисты совершили больше 30 восхождений. Они отметили, что после популяризации данного вида спорта Донбай будут узнавать не только как горнолыжный курорт, но и как отличное место для восхождения и активного отдыха в горах. Помимо этого участники в сборах приняли ветераны данного вида спорта, которые рассказали о важности его возрождения. Советская школа альпинизма, она была характерна тем, что это был интеллектуальный спорт. Практически этим спортом в основном занимались люди, имеющие высшее образование, студенты разных вузов. А дальше, втягиваясь в этот альпинизм, уже не могли его бросить. И я думаю, что сюда альпинизм должен вернуться. Потому что сюда достаточно близко ехать. Попасть сюда, в Донбай. Здесь уже хорошая дорога. И здесь очень много хороших маршрутов, на которых альпинисты могут получать удовлетворение от восхождения. Мы бывшие советские люди. Мы выросли в СССР. И тогда альпинизм был массовым видом спорта. Сейчас, знаешь, мне 82, а начал я в 18. И чего такое не было. Ну, главное, что все живы, все пальцы в селы. Организаторы отметили, что с данным видом спорта невозможно попрощаться. Те, кто покорял горы единожды, никогда не смогут забыть этих ощущений. Но очень важно в горах всегда быть бдительным. Ведь, как известно, они не прощают ошибок. Обязательно нужно проходить подготовку и быть готовым как физически, так и морально. Стоит также помнить о своих товарищах и помогать друг другу. Ведь именно таким образом данный спорт сплачивает людей. Аслан Гирюгов Мухаммед Ашбогов, Вести, Карачаево, Черкесия, Домбай. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Вместе навсегда». Редактор субтитров А.Семкин